3 апреля в море у восточных берегов Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,4 балла. Оно стало самым сильным с 1999 года. Были разрушены здания, люди и машины застряли в туннеле, а железнодорожные линии вышли из строя. Также насчитывается более 1 тысячи пострадавших. А это уже кадры из Казахстана. В конце марта в соседнем государстве прошли паводки, последствия которых устраняют до сих пор. Некоторые села были полностью окружены водой, прорвало плотины двух водохранилищ и с зон затопления эвакуировали тысячи человек. Подобные стихийные бедствия происходят неожиданно и всегда несут разрушительные последствия. Кыргызстан, являясь горной страной, находится в сейсмоопасной зоне. За последние 150 лет на территории нашей страны произошло более 10 сильных землетрясений магнитудой в 7 баллов. Председатель кабинета министров Ахалбек Джапаров на заседании Джорху Киниша сообщил, что ученые прогнозируют вероятность будущих сильных землетрясений. Ученые определяют наиболее опасные зоны и исследуют, какую роль оказывают тектонические трещины на сейсмологическую активность. На самом деле, во всем мире постоянно происходят землетрясения. Например, 2 апреля за последние 24 часа зарегистрировано 828 толчков, за последние 7 дней – 6892, а за последние 3 года произошли 1 217 650 землетрясений. На данный момент ученые не могут предсказать точное время и место, где произойдут подземные толчки. Но сейсмологи могут определить районы, где возможны сильные землетрясения. Для этого ученые обрабатывают как новые данные, так и данные 200-летней давности. И мы пришли к выводу о том, что в некоторых местах существует землетрясение было, и вдруг в каком-то районе, вот в этих районах всего сейсмологического периода наблюдения не было землетрясения. А мировой опыт показывает, что сильные землетрясения, они подчиняются к какому-то циклическим законам. Не было землетрясений, а потом, возможно, в этих местах повторяется. Если мы будем прогнозировать эти сильные землетрясения, мы можем, самое главное, сохранить жизнь людей. Не только имущество, но и сохранить, самое главное, жизнь людей. Одним из главных продуктов Института сейсмологии является данная карта. В ней отражена очень важная информация, которая помогает частично быть готовым к землетрясениям. Если на карте сейсмического районирования территории стоит бальность, например, 9 баллов, то мы, проведя свои работы, определяем, что оказывается, мы находим, что бальность этой территории может быть либо ниже на 1 балл, либо на полбала. То есть, другими словами, здесь объект может строиться уже с меньшими затратами на строительство, чем это было бы, если бы это была бальность 9, например. И на сегодняшний день мы такие работы проводим постоянно, потому что задачи нашей лаборатории имеют в этом плане, как вы понимаете, прикладное значение. Данная карта предоставляется гострою. Она учитывает сейсмическую активность на территории, где планируются строительные работы. По данным гостроя, дома столицы могут выдерживать толчки силой до 9 баллов. В связи с возможными землетрясениями в регионе, гострой обращает внимание общественности, что с их стороны проводится работа по выявлению дефектов на объектах строительства в усиленном режиме. Касательно по социальным объектам, на сегодняшний день все строящиеся и недавно введенные эксплуатацию объекта, они все абсолютно отвечают всем требованиям. По социальным объектам, что касается школ, детских садиков, у них идут особые требования и отвечают всем нормам. И могут отвечать до 9 баллов. И каких-либо сомнений в части строительства социальных объектов не должно быть. В последние годы в Министерство чрезвычайных ситуаций активно внедряются меры по профилактике и подготовке к ЧАЭС. Значительно обновилась материально-техническая база. За три года было получено 702 единицы различной техники. По словам министра Боубека Аджухеева, ведомство готово к различным стихийным бедствиям. Сейсмологическую активность мониторят и в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Здесь получают первичные данные, которые нужны для подтверждения стихийных бедствий. Полученная информация нужна для принятия оперативных решений ведомством. К примеру, где-то если происходит, мы уточняем в первую очередь через данные датчики, звоним местным органам, направляя туда соответствующие силы средства, если землетрясения такие сильные. Данные датчики нам очень хорошо помогают. Через институт сейсмологии Академии наук мы подтверждаем данную информацию о произошедшем чрезвычайной ситуации и проводятся дальнейшие работы. В Министерстве чрезвычайной ситуации для распространения информации о том, как гражданам вести себя при определенных часах, разрабатываются вот такие вот QR-коды. Данные QR-коды несут в себе информацию и видеоинструкцию о том, как вести себя гражданам в определенных стихийных бедствиях. Например, если произошло землетрясение, вы можете отсканировать данный QR-код и у вас появится видеоинструкция о том, как вести себя при землетрясении. Данные QR-коды на данный момент размещены во всех столичных школах. Данные QR-коды для распространения учащихся, для всех каждого были мероприятия со стороны сотрудников МЧС и были развешены во всех школах по городу Бешкек, как также в данное время проводятся мероприятия по всей республике для распространения QR-код. Чем это выгоднее? Как вы знаете, в данное время у всех даже учащихся, у младших школах имеется в руках сотовый телефон и направляя через сканер сотовый телефон, они могут получить информацию оперативным путем, как действовать при угрозах или чрезвычайстве. Как отмечил начальник управления ЦУКС, на данный момент ведется разработка специального приложения по уведомлению о землетрясении. Мобильное приложение будет моментально оповещать граждан и предоставлять информацию по очагу возникновения подземных толчков.